Я боялся всего. Боялся всего мира. Боялся вообще открыть рот. Я был очень застенчивым ребенком. Мы бывали в местах, где люди не знают английского. И мне говорили, я выучил английский по вашим песням. Нифига себе. Всем привет! Меня зовут Эван Кармайкл, мое главное слово «Верь», и я верю в то, что предприниматели смогут решить все главные мировые проблемы. Поэтому сегодня вы сможете чему-то поучиться у главного музыканта и автора песен группы «Металлика» Джеймса Хэтфилда. Представляю вам его топ-10 правил успеха. Правило номер 10 мне особенно нравится. Интересно, какие же из них понравятся больше всех вам. Если что-то привлечет ваше особое внимание, пожалуйста, поделитесь этим в комментариях. Процитируйте эту фразу, чтобы и другие смогли обратить на нее внимание. Знаете, фразы, которые мы записываем, особенно сильно отпечатываются у нас в сознании. Наслаждайтесь! Я боялся всего. Боялся всего мира. Боялся вообще открыть рот. Я был очень застенчивым ребенком. Для меня музыка стала способом выразить себя. Я мог записывать стихи, вообще все, что вертелось у меня в голове. Я мог сесть, наиграть пару аккордов, затем совместить слова с музыкой. Вот таким образом я привык говорить с этим миром. Я всегда так делаю, когда мне трудно выразить свои мысли. У музыки всегда был голос, которого у меня не было. Я всегда хотел спросить тебя. Очень успешные люди совершают такой как бы переход, либо им удается его сделать, либо нет. На заре своей карьеры успешные люди никому не известны и бедны, но активно занимаются самовыражением. Потом они могут разбогатеть, но все равно продолжают заниматься творчеством. У тебя это получилось. Как тебе это удалось? Мы всегда готовы бороться за место под солнцем. Мы настоящие перфекционисты, и мы не можем разочаровать друг друга. Всегда можно сделать аранжировку получше. Или записать более крутой альбом. У нас всегда будет жить какой-то нерв, толкающий нас вперед, пока мы не умрем. Всегда можно придумать стихи, западающие в душу каждого человека на земном шаре. В общем, всегда можно придумать что-то более интересное, чего мы еще не делали. Как вам удалось избежать звездной болезни? Ну, во-первых, моя жена не дает мне зазвездиться. Дети тоже не скупятся на критику. Это и есть любовь, на мой взгляд, когда дети мне всегда могут сказать, пап, вот тут ты накосячил. Мне это нравится. Это помогает мне в жизни. Мне помогает моя семья, да, и ребята из группы тоже. Мы можем критиковать друг друга. Типа, парень, тебе не кажется, что этот лимузин чуток длинноват? Такие вот подколы, знаете. Мы стараемся возвращать друг друга в реальный мир. Мы не окружаем себя толпой подхалимов. Это только подрывает адекватное восприятие себя. Большинство вещей, ради которых, в сущности, стоит жить, требуют кропотливой работы. Сколько вложишь, столько и получишь. Все просто. Это закон природы. Ты не можешь просто взять и сбацать крутую композицию, как я. Кстати, часто кривлялся перед зеркалом. Типа, я крутой музыкант. Нет. Для этого нужно много работать и упорно идти к цели. Но если ты любишь свое дело, оно не покажется тебе таким трудным, как если бы ты его терпеть не мог. Если задуматься, сколько подростков мечтает стать рок-звездами? И кому из них суждено было основать Металлику? Это чума, брат. Я встаю каждое утро и думаю, с ума сойти, как же мне повезло. Если я стану сегодня ныть и жаловаться, врежьте мне по лицу. Потому что если я начну на что-то жаловаться, значит, я просто дурак. Но вообще-то временами бывает непросто. Работать, сочинять музыку, не ослаблять хватку. Приходится себя заставлять. Но потом вдруг находишь что-то или кого-то обычного человека из толпы. Кого-то похожего на себя. Когда ты на концерте группы Motorhead во все глаза смотришь на Лэмми и думаешь, зашибись, как круто! Я чувствую эту энергетику от зрителей. И это придает мне сил. Это как раз то, что мне нужно. Да, именно так. Что, на ваш взгляд, является причиной постоянного, непроходящего успеха группы Металлика? Есть ли какая-то главная составляющая успеха? Честность, конечно же. Будь то фильм или музыка или какой-то концерт. Главная честность. Например, вчера на шоу после выступления к синглу «Один» я вышел вперед и заиграл вступление к песне «Угаснуть во тьме». Облажался как полный идиот. Осознав свой позор, я был готов сквозь землю провалиться от стыда. Я стал уговаривать себя успокоиться и не принимать все близко к сердцу. А что я еще мог сделать в такой ситуации? Я доиграл сингл «Один», а потом попытался как-то объяснить, что произошло. В таких ситуациях честность очень помогает. Честность с самим собой, коллегами и зрителями. Нам уже за полтинник, сколько, в принципе, мы будем еще гастролировать и давать концерты? Сколько мы будем оставаться здоровыми и счастливыми? Нужно всегда быть честным с самим собой. Я полагаю, что игра на сцене — это нечто совершенно особое. Особое состояние души и сознания. Это как другое измерение. Для меня на сцене останавливается время. Не существует боли. Знаете, это какое-то совершенно особое пространство, особая зона. Я могу попасть в эту зону даже отсюда, начав играть и забыв о том, что происходит вокруг меня. Каким-то образом весь мир просто исчезает. Хорошо это или плохо? Что ж, из него порой довольно трудно выбраться. За все приходится платить. Но зато я могу в полной мере осознать смысл своего существования, своей цели в жизни, ощутить радость общения и радость творчества. Вот, собственно, причина, по которой я здесь нахожусь. Бывали времена, когда я не прикасался к гитаре несколько недель. Моя жена говорила, «Боже, у тебя портится характер. Пойди уже и поиграй». Я начинал играть, и меня отпускало. Я чувствовал себя намного лучше. Я не могу жить без музыки. Это часть меня. Это то, без чего я не могу обойтись, как чашка кофе по утрам или отдых по вечерам. Вы все так же волнуетесь перед выступлениями? Да, я и сейчас волнуюсь. Так что да. По моей теории, если ты не волнуешься накануне, значит, с тобой что-то не так. Значит, произойдет что-то плохое. Перед выходом на сцену всегда нападает небольшой мандраж. Перед выступлением мы обычно приобнимаем друг друга и как бы подбадриваем друг друга и успокаиваемся. Мы говорим друг другу, «Слушай, все, что должно произойти, все равно произойдет». Мы стараемся не принимать все близко к сердцу, но мы переживаем, потому что нам есть о чем беспокоиться. Все это важно для нас. Все, чем мы занимались в течение нашей карьеры, все, к чему мы прикладывали руку на нашем жизненном пути, все это мы воспринимали с гордостью. Вот это достижение, и его создали именно мы. Будь то тур, или собственный автобус, или запись в студии, или мы совместно с кем-то едем на гастроли. На протяжении всего пути мы добивались своих маленьких побед. После 36 лет работы мы все еще очень любим то, что мы делаем, и получаем от нашей работы и наших результатов удовольствие. Сам факт того исхода я расцениваю как огромную удачу, о которой я даже никогда и мечтать не мог. Мы играли на сцене перед залом в полмиллиона человек. Полмиллиона? Да. Где это было? В России, на аэродроме. Ух ты. Да, мы это сделали. Ну и каково это было? Ну, это было целое море русских. Просто очень много людей. Увидеть столько людей сразу. Это произошло в 91-м году после падения железного занавеса, когда компания Time Warner хотела расширить свое влияние и спонсировала концерт в России. На нем выступали ACDC, мы, Pantera и какая-то местная группа. И какие-то еще группы. Извини, я просто уже забыл. Они доставили нас на борту самолетом и приземлились на аэродроме. Ах, да, там еще были Мотли Крю. Мы приземлились на поле, и так далеко, насколько ты мог охватить взгляд, были люди. Концерт был бесплатным. И все пришли. Мы поднялись на сцену и отыграли свои песни. Впереди стояли военные. Господи помилуй, только посмотри на это фото. Джимми, покажи фото на весь экран. Ничего себе! Вот это да! Снос башни! Это безумие! Спятить можно, правда? Это чего-то достоит. Тут написано, что фото сделано в девяносто первом году в Москве. Это было нечто особенное. Целое море людей. И смотри, вот вертолет. Над людьми все время кружил вертолет. Господи помилуй! Что если он на них свалился бы? Он раздавил бы кучу людей в лепешку. А вот на этом фото справа, это ведь ты на сцене перед всей этой толпой? Господи, ничего себе! Черт побери, в это невозможно поверить! А еще этот вертолет все время опускался вниз, и оттуда военные орали на людей. Прекратить! А люди просто сходили с ума, они ведь были на концерте. Боялись потасовки? Брат, да это же страна чертовых коммунистов. Они боялись, что все выйдут из повиновения, и начнется хаос. У них ведь тогда даже интернета не было? Да, какой там. Они и не знали, что ожидать от этой толпы. Военные в вертолете орали на людей, кого-то даже побили. А впереди стояли военные в форме. Полиция, милиция, что-то вроде этого. В начале они стояли чинно в своей форме. А спустя 3-4 песни, они послали к черту своих командиров. Завелись от музыки и начали подвивать. И просто получать удовольствие от концерта. Вот так. Мы были свидетелями трансформации такого закрытого общества людей, которые жаждут свободы. Это произошло прямо на наших глазах. Один за другим. Они сбросили свои оковы. И это было потрясающе. Круто. Что ты ощущал, когда стоял там перед полумиллионом человек? Каково это? Слышать гул такой толпы? Крики такого количества фанатов? Ну, нехило так, в общем. Ощущения непередаваемые, должен сказать. Знаешь, они ведь не говорили по-английски. Они ни слова не понимали, но такова сила музыки. Они ее чувствовали. Музыка сама по себе является языком. Она связывает людей, и это просто здорово. Мы отправились в страну, где никто не говорил по-английски. И нам говорили, «Знаете, а мы ведь выучили английский по вашим песням». Черт, ребята, мне было так стыдно. Я ведь прогуливал уроки родного языка в школе. Довольно странное ощущение. Просто поразительно. Это интенсивно. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Я сделал его по просьбе пользователя Fade2Games. Если вы хотите, чтобы я сделал видео о каком-то предпринимателе, пройдите по ссылке в описании и оставьте свое сообщение. Мне очень интересно, что показалось вам особенно полезным в этом видео. Что вы можете использовать для себя, и что поможет вам в достижении своих целей. Оставляйте свои комментарии, я с удовольствием их почитаю. Также я хочу сказать большое спасибо пользователю Лонли Буканьер за приобретение моей книги «Одно твое слово» и рецензию на эту книгу на своем канале. Спасибо за поддержку. Я очень рад, что тебе понравилась моя книга. В этом видео я расскажу вам о книге «Одно твое слово» автора Эвана Кармайкла. Еще раз спасибо всем, кто был сегодня с нами. Я верю в вас и надеюсь, что вы продолжаете верить в себя. Каким бы ни было, ваше слово, обнимаю вас. До скорого. Я ходил в школу с одним парнем. Его звали Джон Заннер. Мы постоянно подбадривали друг друга и мотивировали на достижение новых целей. Мы говорили друг другу, смотри, что я умею, черт, а я вот так не могу. Мы соревновались друг с другом в наших умениях и навыках. Такое соревнование поднимало нас на другой уровень. Это было здорово. Когда постоянно совершенствуешься, в какой-то момент понимаешь, что нужно менять свое окружение. Музыкантов, с которыми играешь, как в моем случае. Когда я начал писать песни, ребятам из группы они не понравились. Они хотели играть кавер-версии, и тогда я понял, что мне нужно найти других музыкантов. Я не хотел топтаться на месте, я хотел расти и достигать чего-то большего. Некоторые мои друзья этого не понимали. Они хотели, чтобы я продолжал тусоваться с ними, как всегда. Но я всегда хотел чего-то добиться. На втором курсе колледжа я летом вернулся в школьную футбольную команду, чтобы снова играть в футбол. Тогда у меня были длинные волосы, а мой тренер велел мне постричься. Я сказал, окей, но у Эдди Ван Хеллена длинные волосы, и у Майкла Шенкера тоже грива хоть куда. Так что я тоже хочу играть в футбол с длинными волосами. Но тренер был неумолим. Я тогда еще не знал, насколько важным тот шаг был для меня, но я решил проявить характер. Я спросил себя, хочу ли я быть на вторых ролях на футбольном поле или быть первым на сцене, где я могу выразить себя через музыку и сделать что-то стоящее. Тогда я еще не знал, что сделал правильный выбор.